всем привет с вами ярослав нагромакина и сегодня мы посмотрим основные возможности блогера по части дизайна так вы заходите на свой блог блогер посмотрим что у нас здесь есть но в начале у нас вверху идет шапка шапку вы можете поставить свою полностью либо пока у вас автоматически будет стоять шапка шаблона в шапке вы можете поставить картинку либо надпись либо и картинку и надпись затем а вот здесь у меня идут страницы у некоторых в шаблоне сразу идут страницы кто-то их потом создают отдельно мы это все разберем позже вот здесь у меня идет место которое я сдаю под баннерную рекламу и вот основное поле это то место где публикуются ваши все статьи ваше сообщение у меня значит идет окошечко с последним сообщением название статьи пошла чуть-чуть статья и она спрятана подкаст то есть она не вся видна до слова дальше если я хочу посмотреть еще куда дальше она вся развернется ну и вот здесь вы видите отображаются ссылки на мои же статьи на этом сайте блогера смотрим боковой сайт бар боковая панель у вас может быть она справа как у меня может это боковая панель быть например слева у некоторых в зависимости от дизайна она бывает и слева и справа некоторых ее нет вообще вы делаете это под свой вкус как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные поэтому делайте как вам нравится как вам удобно что у меня здесь есть сбоку подпишись по рсс это я добавила сама ссылка на сторонний ресурс дальше опять пошел небоскреб под рекламу рекламу чаще всего покупает именно баннерами перед какими-то праздниками сейчас у нас 13 марта все праздники прошли стоят пустые так далее идет архив блога архив блога у вас будет скорее всего в каждом шаблоне стоять стоять автоматически архив блога если нет мы его добавим архив блога он работает также как вконтакте в умной ленте то есть в начале то что вы сообщение публиковали они опускаются вниз самый свежий у вас будут наверху самыми первыми ну вот любой год я могу развернуть любой месяц могу развернуть все сообщения дальше у меня стоит счетчик на mail.ru счетчик это тоже устанавливаете код стороннего ресурса сейчас у вас его нет здесь я вставила просто обычный текст обычный текст уважаемые читатели забывайте закон об авторских правах все авторские права на публикацию материалов принадлежат сайту наши дети просьба прискачивания материалов цитирование дальнейших публикаций давать ссылку на этот сайт вам не обязательно писать такой текст но я на всякий случай его разместила чтобы люди не плагиатили дальше у меня идут ярлыки ярлыки вы присваиваете своим сообщениям чтобы вам и вашим читателям было легче находить одинаковые темы в конце значит есть у вас здесь главная страница предыдущая чтобы листать дальше подписаться на сообщение это какой-то код проверочный не помню для чего уже опять баннерное место сдается здесь у меня стоит кнопочка передать спасибо сайту то есть небольшое пожертвование могут сделать это счетчик блогера счетчик блогера рекомендую вам всем установить могут 2 миллиона 749 тысяч 467 просмотров было за все время здесь у меня стоит кнопочка улан уда и сама с улан уда и у меня стоит кнопочка сайтов улан уда здесь так это счетчик яндекс яндекс метрика обязательно тоже вы установите сейчас утро пока просмотров не так много и еще у меня стоит интернет статистика вот это все тоже сторонние ресурсы как вы видите сайт у меня сделан на блогере об этом повествует вот это вот ссылка технология блогер я видела что многие ее убирают в принципе мне не жалко пускай будет как мы делаем наш дизайн вы заходите в админку вот сюда левый верхний угол буквка b значит вас перебрасывают обычные сообщения у меня начинаются нам нужен дизайн да ну и вам нужен дизайн вот вы заходите в дизайн как выглядит это в вкладке дизайн вот видите значок блогер у меня здесь такой фавикон есть то есть далее панель навигации вот заголовок наши дети которые с картинкой идет гаджеты страницы которые я показывала странички обо мне там так далее подписка по e-mail это вот баннерное место вот пошел основной блок где сообщения вы публикуете и вот боковая панель подпишись по rss гаджет архив блога досчетчик видимо тексты ярлыки и вот в конце у нас тут было тоже да что места баннерные общее количество просмотров и так далее как вы это все добавляете вот вы сюда зашли например хотите что-то добавить выщелкать добавить гаджет вот я щелкнули по боковой панели хочу сбоку что то еще добавить посмотрим какие есть у нас вообще гаджеты от сенс это позволяет вам зарабатывать деньги публикуя объявления в своем блоге я им не пользуюсь но некоторые размещают то есть у вас будет какой то значит стоять баннер и на нем будет постоянно крутиться реклама копеечная если человек по не щелкает переходит то копеечка вам какая то падает потом когда у вас накопится 100 рублей например по моему там минимальную сумму можете вывести избранное сообщение например у вас в блоге есть какое то но супер популярное сообщение на котором куча просмотров и вы хотите продвигать именно его или у вас наоборот какой то сейчас марафон или какое то событие о котором вы хотите всем напомнить щелкайте на избранное сообщение у нас добавится поиск в блоге у меня уже стоит поиск в блоге сверху тоже советую добавить если вы добавите поиск в блоге то вам самим будет легче искать какое то слово у меня 1500 сообщений как я их буду искать вручную я просто выбиваю поиск на своем же блоге и он у меня по этому слову выдает все мои статьи html я вас крип добавьте свой блог приложения или другие коды независимых производителей когда вы его щелкаете название я обычно напишу он будет тут же отображаться содержание сторонний ресурс который будет предлагать вам этот код не всегда есть у всех практически вы его туда вставляете и у вас появится на вашем блоге значит отображение с другого сайта вы должны доверять этому сайту что попало тоже не устанавливайте чтобы не заразить свой блог или чтобы на вас весь не поехал так что еще у нас есть профиль отображает информацию о вас я посмотрела ваши профили у некоторых они совершенно не заполнены и даже нету аватарки вот такая картинка стоит но если вы хорошо заполните и хотите себе рекламировать или там свой личный бренд или еще что то можете поставить профиль профиль именно который у вас в гугле в блогере архив блога архив блога если у вас до сих пор нету обязательно установите если у вас есть боковая панель слева или справа вы сделали да такой дизайн сделайте ее вот как у меня был архив блог по годам щелкайте на год месяца раскрывает вместе щелкайте и по дням поехали заголовок страницы показывает название и описание своего блога ну можно в шапочку куда добавить постоянные читатели вы его списка постоянных читателей вашего блока я по моему брала можно добавить в блог изображение позволяет добавить изображания с компьютера или интернета например вы сможете добавить изображение хотите названия хотите художники поймите попiencen можете вообще выбрать с интернета да из권냐 Gal Например, вы хотите, у вас есть какая-то реферальная ссылка, вы ее хотите продвигать. Например, что это может быть, не знаю, какой-нибудь сайт, казино, допустим, у вас с регистрацией у вас идут деньги. Вот вы вставили картинку на автоматы и к этому привязали к сайту, там, не знаю, вулкан, например. Все. Человек щелкает по этой картинке и переходит. Это как баннер, по сути, будет у вас. Можете просто поставить картинку без всякой связи. Просто у нас будет картинка какая-то красивая, чтобы привлекало внимание людей. Но она будет, допустим, не крикабельна. Так, картинка. Ярлыки. Вот у меня стоят ярлыки тоже сбоку. То есть вы своему каждому сообщению можете присваивать какой-то ярлык. Допустим, вы ведете блок обитих. У вас может быть ярлык. Помощь маме. Научим малыша. Забивайте ярлыки, и они все у вас будут показаны. Вы щелкайте на ярлык, например, помощь маме. И все сообщения, которые были под этим ярлыком, они все будут в одном месте. Страницы. Отображает список отдельных страниц блога. У меня установлены страницы. С помощью вот этого гаджета вы можете установить страницы. Список ссылок. Отображает ссылки на ваши любимые сайты, блоги и веб-страницы. Если вы подписаны на какие-то блоги и хотите показать, что вы читаете, порекомендовать вашим читателям другие блоги, вы можете поставить. Я убрала, чтобы с моего сайта люди не уходили на другие. Зачем это надо? Ну, если у вас, например, 10 блогов ваших же, то вы можете поставить, почему нет, на ваши же собственные, да? Вот приходите. Текст. Вот видели, у меня текст добавлен, авторское право, что вы там ставили ссылки. Это вот позволяет добавить гаджет в текст. Популярные сообщения. Вы можете выставить самые популярные сообщения, например, у вас их несколько. Там укажете, какое количество, да, вы хотите сообщения выставить и какие именно. Ну, поскольку тут статистика, аналитика сама у блога ведется, он популярно ваше сообщение сам будет выдавать. Статистика блога. Уже добавлено. Ображает количество просмотров страниц вашего блога. Обязательно добавьте. Вы сами будете видеть, сколько у вас за все время после образования нашего сайта было просмотров. У меня она внизу стояла, помните, там что-то 2 миллиона с лишним. Блок-лист. Покажите остальным, что вы читаете с помощью списка любимых блогов. Ну, видимо, что-то похожее на предыдущий список ссылок. А, ну список ссылок, наверное, тогда вы прописываете вручную, скорее всего. А блок-лист это то, что вы читаете на блоге или нет. Рассылка обновлений по электронной почте. Можете поставить кнопочку, подписаться по электронной почте. По-моему, люди не очень охотно подписываются, но можете попробовать. Вот канал. Добавьте свой блог. Содержание канала РСС. Видели, у меня в самом верху стоит таким шаром. Логотип. Позволяет добавить логотип сервис-блогера на нашу страницу. Ссылки для подписки. Это тоже что-то наподобие РСС, видимо. Переводчик. Позволяет посетителям перевести блог на другие языки. Но если вы идете блог, а потом по статистике видите, что вас читают с разных стран, проанализируйте. Та, которая читает чаще, можете, в принципе, поставить переводчик. Почему нет? Добавьте список своих любимых книг, фильмов или чего угодно еще. Список. Попробуйте. Форма для связи. Тоже можете добавить, например, чтобы со мной связаться, да, добавите там свою электронную почту или аккаунт ВКонтакте, или там, как с вами можно связаться, телефон. Поиск по Википедии. Атрибуция отображает сведения об авторстве блога, добавлено. И сообщите о нарушении. Отправка жалобы о нарушении правил в отношении контента. Вот и все. Чаще всего я пользуюсь тут чем? Ну вот, наверное, эти. Отправьте в свой блог приложения или другие коды независимых производителей. В принципе, я думаю, тоже вы будете этим пользоваться. Потом мы отдельно разберем, как их добавлять, если это нужно. Поэкспериментируйте. Пока у вас блоги новые, ничего на моих фильмах нету. Можете менять дизайн, смотреть, как будет лучше смотреться, чтобы это было приятно глазу. Когда все сделаете, вот нажмете на кнопочку «Просмотр». На кнопочку «Просмотр» зайдете, вот откроется блог, вот такой ленточкой «Просмотр». Здесь ничего редактировать и щелкать не получится, это будет просто «Просмотр». Тут что-то добавили сюда этот звук и смотрите. Ага, чтобы никуда не уехало, там не съехало, чтобы это было красиво. Понравилось? Делайте «Сохранить расположение». Не понравилось? Не сохраняйте, чистите. Ну вот у меня сегодня все. С вами была Ярослава Награмакина. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Продолжение следует... Продолжение следует... С вами была Ярослава Награма.